Народ, всем привет, на связи Невис. На прошлой неделе проходила международная выставка компьютерных видеоигр под названием Gamescom. На этой выставке присутствовали разные студии совершенно разных направлений, показывали свои будущие хиты, новинки, в том числе там была студия NetEase, которая занимается выпуском нашей с вами новой полюбившейся игры Marvel Rivals. Нам показали новый лаунж-трейлер, и если кто-то этот трейлер вдруг не посмотрел, то сейчас мы вместе с вами это сделаем, а также постараемся разобрать его подетально и покадрово. Погнали! Подразделение Marvel Games. Да, это у нас разработка. NetEase Games. Сквозь терни и звезды Ваканда нашла новый дом, говорит у нас Чала, который преклоняется перед богиней Баст. Бастет, это у нас богиня пантер, которой поклоняются народ Ваканды, и которая дарует силу Черной Пантеры, в том числе королю Чали, принцу Чали, да, и так далее. Мы нашли новую надежду и новый дом, который назвали Межгалактическая Империя Ваканда. И здесь происходит на космический этот корабль Ваканды, атака Зимнего Солдата. И тут же пролетает щит Кэпа, да, капитана Стива Роджерса. Не приближайся, говорит Баки. Ну, тот бы его, конечно, когда же он бы его слушал. И просто в такой эпической схватке у нас просто сражаются они, да, сошлись. Мы можем далее наблюдать игровой геймплей за Зимнего Солдата, да. То, что у него сейчас мы можем наблюдать, есть активный тимап с енотом, ракетой, да, который поставил свою установку, и мы можем видеть значок бесконечных патрон перезагрузки. Нету, то есть, да, то есть он стреляет постоянно. Он использует кук, чтобы притягивать противника, и его ультимативная способность с помощью своей вот этой вот руки, которая, смотрите, как трансформируется, как будто как щупальца какие-нибудь, я не знаю. Мне это поначалу напомнило щупальца, знаете, Доктора Осьминога, но потом присмотревшись, можно заметить, что они у него щупальца разветвляются, как будто это симбиотическая какая-то вот субстанция, как вот рука Венома, либо Карнажа. То есть очень сильно на это похоже, но это рука-трансформер механизированная, и прям он добивает противников на каждом ударе. Это очень круто. У Капитана немного другой стиль игры, да. Он, смотрите, отражает, он дефлект использует своим щитом способности вражеских персонажей, то есть он урон отражает, и Грут, используя свою ультимативную способность, просто своих же тиммейтов стягивает вместе. То есть Кэп просто, ну, с помощью дефлекта этот прожектайл дэмэдж отразил. Ну, это прям очень круто. Ну, и далее с помощью использования щита своего и ударов, и то же самое с помощью ульты Железного Человека, он просто отражает все это назад. Блин, ну, очень смотрится сильно, ребята, очень сильно смотрится. И здесь, конечно же, у нас в конце Доктор Дум, да, который призадумался, строит какие-то козни. Можем здесь наблюдать какие-то, да, у нас, смотрите, фигуры в виде шахмат, да, шахматные фигуры. Он как бы делает ход, ставя их на какие-то конкретные места. Можем справа заметить статую, статуэтку Локи. Здесь у нас статуэтка какая-то, ну, паучий бог, наверное, какой-то. Здесь у нас тоже какие-то, ну, немножко мне непонятные, что это за символы такие на самом деле. Рогатый шлем, может быть, что-то связанное с Асгардом, может быть и нет. Он раздумывает, он что-то делает, да, что-то задумал. Но мне вопрос, а где Галя? А где Галя? Это как бы, наверное, территория космоса, как мы можем видеть. И здесь должна быть Галакта. Но ее почему-то нету, здесь Доктор Дум. То есть Виктор прогнал Галю куда-то. Галя тащи жрать, как говорится. Ну, в общем, куда-то он ее прогнал, и он сидит здесь за столом, и он берет фигуру, и он делает ход. И здесь появляется вот такой символ, знак Гидры. То есть это у нас намек на очередную новую карту, на локацию, которая будет у нас доступна в игре. И здесь у нас появляется вот такой вот баннер. Зажгите бой, да, зажгите битву. Launch Date. Дата запуска. И здесь у нас дальше показывается то, что это 6 декабря 2024 года. То есть чекучего года игра будет доступна на площадках Steam и Epic Games Store для персональных компьютеров, а также для PlayStation 5 и Xbox серии X и S для консольных версий, да. То есть можно прямо сейчас игру добавить в свой виш-лист, то есть список желаний. Это очень круто. И также все герои будут разблокированы и доступны для игры бесплатно на запуске игры, а также после запуска. То есть все герои, которые будут выходить после запуска, также будут доступны бесплатно для игры. Это прям очень круто. Прям действительно круто. Ну а теперь давайте посмотрим на игровые геймплейные моменты, которые у нас разработчики запустили после Gamescom. Там у нас они запустили свои сервера, на которые пригласили группу людей и показали геймплей за новых персонажей. За Зимнего Солдата и за Капитана Стива Роджерса. У Капитана способности завязаны на ударах ближнего боя, да. Броски щитом. С помощью щита мы также можем отражать урон, как мы уже до этого видели. Мы можем ускоряться, быстро бегать. Мы можем с помощью прыжков приземляться и врываться в землю. Удары мощно наносить, как Веном по сути это делает. У Зимнего Солдата удары интереснее. У него двойной выстрел дабл-шот с помощью его ружья. У него удары кулаком. У него броски энергетического заряда. У него также имеется рывок. И с помощью рывка он как бы небольшой перкот делает. Но аультимативная способность у него постоянно перезаряжается после совершения фрага. Это прям очень имбово на самом деле, если мы добиваем противника, у которого заряд ХП здоровья меньше половины. То есть если будет больше половины, мы, наверное, его не убьем, придется добивать вручную. То есть она иногда не перезарядится. У Капитана тоже способность интересная. У него щит дополнительно раскрывается еще больше, потому что с помощью голограммы, с помощью какой-то, да, вот такой электронной системы все это происходит у него. Это очень здорово. Также не стоит забывать о том, что у двух персонажей доступны тимапы. Первый тимап у Баки Барнса, да, у зимнего солдата с енотом ракетой, который ставит установку, и у зимнего солдата перезарядка отсутствует. То есть он стреляет постоянно своим этим пистолетом мощным. А у Капитана Стива Роджерса тимап с Тором. Так же, как и Шторм в тимапе с Тором Анап, он получает дополнительную способность электрозаряда своих суперспособностей атак. То есть у нас Кап атакует также помимо своими обычными ударами, еще и дополнительно электрическими. Это очень мощно на самом деле. Персонажи прикольные. И пока мы смотрим на геймплейную часть игры, я бы хотел, ребята, поделиться с вами своим, наверное, опытом, да, и своим мнением касательно прошедшего закрытого бета-тестирования, которое у нас проходило ровно месяц тому назад. Вот так вот быстро летит время, и уже целый месяц прошло с момента, как мы с вами вместе проводили время на прямых трансляциях, как мы разыгрывали ключи и играли вместе в Marl Rivals закрытый бета-тест. Было очень круто, и поэтому я бы хотел, да, какое-то мнение свое сказать. Во-первых, я имею определенный опыт, ну, не хочу хвастаться, да, но имею определенный опыт в проведении и участии в разных тестах. Это альфа-тесты, бета-тесты, скейл-тесты, все возможные тесты самых разных игровых жанров, направлений и проектов. И хочу отметить то, что у Marl Rivals самые были стабильные рабочие сервера, которые я когда-либо видел в каком-либо из бета-тестов. Мы с вами проводили немало времени, играя вместе на прямых эфирах, и также вне стримов я играл, и ни разу не было такого, чтобы какие-либо проблемы у меня наблюдались во время игр с серверами. То есть все было довольно-таки стабильно, пинг был стабильный, хороший, не было микрофризов, лагов, вылетов сервера, дисконнектов, отключений сервера, ребута и так далее. Все работало просто идеально. В этом бета-тесте, в сравнении с альфа-тестом, разработчики добавили дополнительные игровые сервера, помимо одного американского, который был в альфа-тесте. Добавили сервера Европы, Азии, Японии и так далее. Мы играли с вами на европейском сервере, который был вроде бы в Германии, и там был стабильный пинг около 60. Это комфортный пинг для игры. Далее, что мне понравилось, это то, что приятный бонус, который удивил во время закрытого бета-теста, это то, что разработчики добавили еще двух новых персонажей, которых ранее не анонсировали. Во время анонса закрытого бета-теста нам дали ясно понять, что у нас будут персонажи, доступные для игры, это Веном и Адам Орлок, да, то есть Веном как вангард, это танк, и Адам Орлок, это саппорт у нас, стратегист. И неожиданно было, когда еще двух новых героев добавили, Тора Одинсона, и также добавили окуленка Джеффа, сукопутную окулу Джеффа тоже как саппорта. Было невероятно приятно и круто играть за этих персонажей, и это было реально приятное удивление. Но на самом деле на тот момент, когда мы играли закрытый бета-тест, уже как бы вот эти герои тоже были уже готовы, за них по идее мы тоже могли бы поиграть, но к сожалению этих персонажей разработчики оставили как бы для презентации на Gamescom. По поводу оптимизации игры, хотелось бы отметить то, что игра более-менее хорошо оптимизирована, но к сожалению, только мне, знаете, что не понравилось? То, что мне не понравилось то, что карта одна из новых Паучьи остров имела небольшое, скажем так, небольшие как бы помехи, да, в плане FPS просадок и прочие такие вещи были неприятные. Далеко не каждый человек, у которого там средней мощности компьютер, мог хорошо играть на этой карте и оптимизация ее на самом деле хромала. Что касается вообще назначения игры, да, для кого игра у нас с вами Marvel Rivals существует? Кто-то ее называет дешевой копией Overwatch, кто-то называет ее убийцей Overwatch, но я скажу так, эта игра не старается быть убийцей Overwatch. Эта игра в первую очередь нацелена на аудиторию фанатов и поклонников вселенной Marvel, и если вы таким не являетесь, то с большей вероятностью вы будете воспринимать эту игру как очередного убийцу и клона Overwatch'а. То есть вот такие у вас будут как бы мысли, и если это так, то, наверное, вам даже не стоит играть в эту игру, потому что у вас просто будет, ну, мнение такое не очень хорошее складывается. Я являюсь фанатом вселенной Marvel с раннего детства. У меня много комиксов, много аудиокассет, видеокассет, извиняюсь, много DVD-дисков с мультфильмами, с фильмами. Я с раннего детства читаю комиксы, я знаком с этой вселенной, и поэтому мне интересно поиграть. Всегда было за каких-нибудь персонажей, за Железного Человека, за Человека-паука. Мне было интересно поиграть, и чтобы я мог сразиться против другого персонажа. Но еще куда интереснее, чтобы из этого персонажа также был какой-то другой игрок, такой же, как и я. И Marvel Rivals дает эту возможность. Конечно же, кто-то скажет, что эта игра слезала многие аспекты игры из Overwatch. Но, во-первых, давайте найдем три главных отличия Marvel Rivals и Overwatch. У Marvel Rivals вид игры от третьего лица, что нельзя сказать про Overwatch, где у вас там первое лицо. И от этого строится совершенно разная тема геймплея, да, разное поведение. Другое поведение, где вы от третьего лица можете что-то подсмотреть, что-то узнать на опережение. А вот в Overwatch такого, к сожалению, по сути нету, да. Второй игровой момент, то, что здесь у нас в игре доступны тимапы. То есть тимапы способностей, это когда у нас персонажи объединяются в команды, и благодаря определенной связке героев у нас появляются дополнительные способности. Вот, к примеру, например, тимап, да, Баки Барнс, зимний солдат с енотом-ракетой, образует тимап, и енот может ставить установку, которая дает без перезарядки выстрелы Баки Барнсу, пока он стоит в пределах этой зоны досягаемости рабочей установки. И то же самое тимап, например, Тор с Капитаном, да. Когда он находится вместе, у него появляется возможность использовать электрозаряды. Вот, и это очень круто на самом деле. То есть такие вещи, таких вещей нету в Overwatch. То есть это, да, такая изюминка. Ну и, конечно же, одно из тоже нововведений, это разрушаемые объекты. Мы все прекрасно знаем то, что в Marvel Rivals у нас ломаются стены, ломаются потолки, ломаются мосты и так далее, крыши зданий. И это все очень круто сделано, и это благодаря новому движку Unreal Engine 5. И очень, кстати, было бы глупо, наверное, да, сравнивать вообще Overwatch и Marvel Rivals, потому что это две игры разных годов выпуска. Мы берем Overwatch 2, который, по сути, является крупным апгрейдом первой части, которая, напомню, вышла в 2016 году. А вот Marvel Rivals еще не вышла. Ну, по крайней мере, да, как мы узнали теперь, она выйдет 6 декабря этого года. То есть прошло уже, по сути, 8 лет, 2016 и 2024, прошло 8 лет, это разница колоссальная между выходом двух игр, и, соответственно, за это время уже большие прогрессы достигли, ну, в технологическом плане, да, в плане видеоигр и так далее. Поэтому Marvel Rivals, эта игра, не стоит у нее недооценивать. А наоборот, эта игра еще удивит, да, тем, что своими возможностями, благодаря новому движку, ну, а также потребуется неслабое железо, чтобы играть в более-менее комфортной ситуации здесь. Поэтому, еще раз повторю, ребята, не надо сравнивать эту игру с Overwatch, потому что Overwatch это даже не родоначальник жанра такой игры. Как бы Team Fortress 2 существует, Paladins существует, но, как бы, они существуют, и бог с ними, окей, да, люди играют, своя аудитория есть. Поэтому сейчас очень сложно, к примеру, создать какой-то игровой жанр, который будет прям чем-то новым, чем-то свежим, да, потому что взять тот же самый Battle Royale, Королевскую битву, PUBG, либо Fortnite, это все один и тот же жанр, просто в разной упаковке. Но, поэтому Marvel Rivals я не рассматриваю как замену Overwatch, как убийцу Overwatch и так далее, как клона. Я рассматриваю эту игру как дополнительную игру, в которой я буду приятно проводить время со своими друзьями. Потому что эта игра основана на моей любимой вселенной, с персонажами, которым уже не один десяток лет существования. В Overwatch мы знаем то, что там персонажи, новые персонажи, свежие, с каждым годом, месяцем героя новые добавляются. Вот недавно появилась космоняшка Джуна в Overwatch. То есть персонажи все новые, а вот в Marvel Rivals все персонажи уже десяток лет существуют благодаря Стэну Ли, создателю всех многих знакомых вам персонажей, людям Икс, Фантастической Четверки и так далее. Поэтому как-то вот так, как-то вот так. Я очень рад тому, что Marvel Rivals у нас выйдет уже в этом году. Вы, ребята, напишите, что вы думаете, рады ли вы. Вот, как сильно вы ждете. Будем следить за новостями. По поводу открытого бета-теста пока еще новостей не было. Но как только новости появятся, я их, ребята, также опубликую в нашем Телеграм-канале, в котором у нас постоянно ведутся новости. Я публикую различные из своей жизни какие-то вещи там, да, события. И плюс, конечно же, новости вас информирую. Помимо прочего, данное видео также я, помимо Ютуба, загружу и на ВК-видео. Это в группу ВКонтакте наша. Поэтому вступайте в группу ВКонтакте, чтобы смотреть новые видеоролики тоже там. Для тех, если у кого-то, ну, наблюдаются проблемы с Ютубом. То есть все стараюсь, ребята, сделать для вашего комфортного удобства и времяпрепровождения. Поэтому спасибо большое, что смотрели данное видео. Вот, если вам понравилось, ребята, ставьте палец вверх. Подписывайтесь, не забывайте. На Ютуб, ВКонтакте, в Телеграм-канал подписывайтесь. И на Твич фолловьтесь. Там у нас, конечно же, тоже будут проходить прямые эфиры. В отличие от Ютуба, которые у кого-то, может быть, плохо грузятся. На Твиче у нас все будет работать хорошо. Все, ребята. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся на новом видео. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого всего.